Виктор Барна – один из величайших игроков в истории настольного тенниса. Родился в 1911 году в Будапеште, Австро-Венгрия. Виктор начал заниматься теннисом в 14 лет, в позднем по современным меркам возрасте. Первое время он совмещал теннис с футболом, играя за известный венгерский футбольный клуб. Но в итоге отдал предпочтение гораздо менее популярной игре на тот момент. И не зря, так как и по сей день Виктор Барна остается самым результативным игроком в истории чемпионатов мира по настольному теннису с 22 титулами. 8 в парном разряде, 7 в командном, 5 в одиночном разряде и 2 в смешанных парах. Еще большее количество титулов он выиграл на клубном уровне и различных международных соревнованиях. Если бы не поражение в финале чемпионата мира 1931 года, Барна мог бы установить еще более уникальный рекорд по завоевыванию титула чемпиона мира в одиночном разряде 6 лет подряд. Позже Виктор откровенно признался, что он был настолько уверен в победе в финале 1931 года, что накануне финального матча он до полуночи проводил время и веселился со своими друзьями, что утомило его, и он не смог полностью сосредоточиться на финальной игре. Получив хороший жизненный урок, после этого Барна становился чемпионом еще 4 года подряд. Виктор Барна несколько лет был лидером мирового рейтинга, но в 1935 году ему пришлось на время приостановить свою карьеру из-за травмы игровой руки, которую он получил в автомобильной аварии. Врачи сказали ему, что он больше никогда не будет играть, но после операции и тяжелого восстановления через год он возобновил свою карьеру. Переехав в Англию, он стал выступать на международной арене за Великобританию, но из-за перенесенной травмы уже не смог вернуться на прежний уровень игры. Вторая мировая война застала Виктора с женой в США. Он вернулся в Европу, чтобы воевать с фашистами в рядах британской армии. После завершения спортивной карьеры Виктор Барна стал руководителем отдела продаж компании «Данлорд». Путешествуя по всему миру, он участвовал в различных мероприятиях и выставочных матчах, много сделав для развития и популяризации настольного тенниса. В возрасте 61 года в результате внезапного сердечного приступа великий чемпион ушел из жизни, оставив после себя не только спортивные достижения, но и опубликованные книги «Как побеждать в настольном теннисе». Настольный теннис сегодня и Ваша книга настольного тенниса.